Привет, БВК, YouTube, ВКонтакте, Twitter, Pornhub, RooTracker. Меня зовут Евгений Тимошин. Многие из вас видели меня на YouTube, я там играл голимые бас-ковера. Никому не интересны, там что-то просмотров по 10-15. Кому они нахуй нужны-то? Я смотрю, сейчас стало модно у басистов выкладывать свои влоги, как они проводят день. Нахуй не нужно, неинтересно это. Поэтому я решил податься этой моднейшей тенденции, записать свой нахуй неинтересный влог. Свой интересный для вас, мои дорогие друзья, влог. Ну и просто посидеть, попиздеть с вами. Сейчас только лампа, что у меня вот прям лицо светится. О чем я хотел сегодня с вами поговорить? Ну, во-первых, я вот сейчас только закончил работать над своим проектом в новом для меня амплуа. Ну, не настолько, конечно, новым. В 2015 году я уже выступал с одним проектом в виде, ну не бас-гитариста, в виде диджея-сэмплера. Тих-тих-тих-тих. На кнопочки нажимал. Ну, точнее, не то, что я там что-то играл. Я нажимал на кнопку, у меня там в Досово включался, и я там делал вид, что я играю. Голод, деньги платили. Проект был интересный. Правда, у нас было всего лишь несколько концертов, и один из них был на разогреве P.O.D. в 2015 году. В этом проекте, кстати, играл Вася Ебашилов. Это главное, Ебашилова! Коматное слово. И Саня Ламповая голова. Саня, Саня, ты! Ламповая голова, дай поиграть нахуй, иди! Прикольная была группа, но что-то не сложилось. А сейчас я делаю электронный проект вместе с барабанщиком. Это, по сути, тот же самый кавер-проект, только без всяких там кабацких замашек, рюмка водки и прочей запрещенной музыки. Это будут танцевальные темы, многие вещи я записываю сам, многие вещи я буду включать по кнопочке, а барабанщик будет играть. Собственно, вот что-то из этой серии. Ну не об этом сейчас разговор. Я что-то решил записать One Man Band кавер на песню Джастина Тимберлейка. Называется она... Сейчас я зайду в свои аудиозаписи и посмотрю, как она называется. Джастин Тимберлейк, Can't Stop The Feeling. Я думаю, многим было бы интересно посмотреть на процесс создания этого кавера, потому что он будет не просто кавер, где я буду играть на бас-гитаре под минус, а я попробую его сделать полностью сам. Также полностью его сыграть практически вживую. И на бас-гитаре, и на клавишах, и на барабанах. С чего, в принципе, хотелось бы начать? У многих участников группы басистов ВКонтакте возникает большая проблема в съеме песен. Многие спрашивают, с чего начать? С чего начать кавер? Как его записать? Как снять? Как вообще что? Как это сделать? Потому что поставить телефон или какую-нибудь мыльницу перед собой, включить на запись и играть кое-как просто перед ней с плохим звуком, результат будет не очень хороший. Хотя, в принципе, главное было бы что показать. Многих, конечно, получается хорошо. Сейчас в этом видео я бы хотел показать, как я это буду делать. Что я первым делом сделал? Конечно же, я скачаю эту песню. Не куплю. Я очень большой любитель Джастина Тимберлейка. Я делал год назад луп-кавер на него. Можете посмотреть вот здесь. Давайте мы послушаем. Что здесь есть? Здесь есть клавиши, во-первых. С сайдчейном. Барабаны. Мелодии голоса, которые хорошо, в принципе, было снять со всеми мелизмами. Ну и, в принципе, бас-гитара. Басовая партия здесь, в принципе, очень простая. И сама песня состоит из трех-четырех аккордов. Чего начать? Дальше я, конечно же, открою свой ебучий Fruity Loops и попробую снять песенку. Вот у меня есть здесь Ableton Push. Так. Нам неплохо бы узнать, какой здесь темп. Я работаю в программе Fruity Loops Ableton Live. Во-первых, потому что она для меня очень удобная. Она удобная для электронной музыки, для сэмплирования. Как оказалось, еще и для записи. Как у нас здесь? 112, чуваки. Даже 113 я поставил. Точнее, не, я поставил. Это Ableton сам поставил. Как повезло. Хорошо. Найдем пианино, что ли? Я еще не успел напизить с Тро-трекера много-много плагинов. Придется пользоваться тем, что есть в Ableton. Кстати, это вполне нормальная практика, когда люди используют плагины обработки, встроенные уже в программу, и, в принципе, инструменты, которые там есть. Многие программы из серии того же Ableton, Bitwig, Logic, имеют большой-большой набор инструментов, которые позволяют, в принципе, работать только с ними. Это, в принципе, вот это ничего. Нормальный звук. А, теперь неплохо бы снять гармошку. Как мы это будем делать? Это же Ableton. Мы можем просто аудио-то-миди использовать. Просто посмотрим, какая там гармония. А вот. Convert harmony to MIDI track. To MIDI track. Посмотрим, что он сейчас там нам покажет. Да, действительно, он это снял. Мы давайте сейчас послушаем, что из этого выходит. Очень много снял мусора. Соответственно, и хэтов, и прочих дел. Нарисовал как ноту. Но это можно все почистить, чем я сейчас займусь. Ну, в общем, я не нужно ее поттер здесь. Получилось, в принципе, нормально. А, но есть еще и другой вариант. Если вам надо снять какую-нибудь пианинную партию, либо там клавишную, всегда можно обратиться к YouTube. Набрать там желаемую песню и написать piano cover. Justin Timberlake, Timberlake. И вот, собственно, он мне выдал. Называется, это Piano Tutorial. И здесь свободу можете посмотреть гармонию. В принципе, ее использовать. Я так частенько делаю, когда мне либо сложно снять такие вещи, либо просто надо это сделать побыстрее. Ну, теперь я могу посмотреть, как это играть на push. Дальше у нас что идет? Дальше у нас... Барабаны. Хули. Давайте барабаны. Убираем драмрек. И теперь самое геморройное, это найти подходящие сэмплы. Для этих целей у меня есть... Ага, у меня есть, хотелось сказать, папка с сэмплами Timberland. Очень, кстати, хорошие сэмплы. Не знаю, они оригинальные или нет, но там много очень говна, но много и хороших вещей. Так как они у меня на другом жестком диске, ну и хуй бы с ними. Вот у меня неплохая библиотека Cinematic есть и Rankin Audio. Ну, выберем... Cinematic. Cinematic опять! Ну, в принципе, давайте мы возьмем вот эти. Ну, а теперь их клапчик найти. Ну, вкуснее, пусть будет этот. Ну, здесь можно схитрить, в принципе, попробовать здесь записать. И тут я понял, что рисунок у меня не очень точный. Так, Джастин, тебе бы звалить ебаник будет сейчас. Не, ребят, здесь надо въебать точно. Бухлишко. Ваше здоровье. Обожаю ром, ну... Давайте продолжим. Если вам интересно будет видеть, что у меня происходит на мониторе, то вы пишите в комментах. Если они, блядь, конечно, будут. И в следующий раз я попробую записать то, что у меня на мониторе. Вот, я здесь опять наебался. Ну, как так-то, блядь? Похуй, пусть так будет. Так же даже грубой получится. Каперненку мы, пожалуй, эту хуйню. И здесь уже добавим тогда бочку и точку, блядь, и дочку. Сейчас клапочек сдвинем мало, чтобы было еще чуть-чуть. Грой, грой. Допустим. Бляд. Пардон. Как делать сочинно, вы знаете. Если не знаете, то я могу рассказать, о чем я видел. Но пока я сейчас делаю быстренько. Раз, два и погнали. Что дальше, наверное, надо взять на бас-гитару в руки. Упс. У меня там, кстати, псины и животные спят. Это моя псинка. Жуля. Не хочет. А там кошка. Еее. Что же, надо подключить к бас-гитару. Провод я использую контора Evidence. Купил я его в 2012 году. Две штуки. Один провод стоил чуть больше 5000. Конечно, дохера. Не спорю очень много. За эти деньги можно было купить, наверное, километры к какому-нибудь Planet Waves. Но все-таки я решил взять качественный провод. И, как видите, ту-ту-ту. Жив-здоров. Нойтрик джеки. Не расхлебываются. Не разламываются. И нойтрики, по-моему, здесь не самые охуевшие. Но зато провод крепкий. Наводок нету. Все очень круто. Второй провод, конечно, я успешно проебал просто-напросто. Что-то типа того. Что-то типа того. Неплохо подостроить инструмент-то, ёпта. Настроил. Как я раньше сказал, здесь всего 3-4 аккорда. До, ля, фа. Опять ля. И на бридже, по-моему, на прихорусе. До и ля диез или си бемоль. Неплохо-то было бы сейчас подснять мелодию голоса. Я хочу здесь сыграть ее слэпом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а дальше, 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 в принципе, можно присесть уже записывать видос, потому что звуки я подобрал, партии я, в принципе, вроде бы снял, кроме, конечно же, предкуплета. Предприпев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там аккордов-то хуя, поэтому, скорее всего, я посмотрю это, как снять в ютюбе. Поэтому, ребята, сейчас я прорываюсь, сниму это все, подспижу и продолжу дальше. Что-то я тут очень много напиздеваю, может быть, сегодня хватит, а продолжим завтра уже, потому что хотелось бы, в принципе, укладываться в 10-минутный формат. Поэтому, ребят, если вам понравилось это видео и мне стоит дальше продолжать, пожалуйста, ставьте лайки, ну пожалуйста, можете делиться или подписаться на мой канал на ютюбе, добавить в друзья, подписаться в инстаграме, добавить в друзья в контакте, на фейсбуке, где хотите. Хотите общаться? Давайте мы будем вместе с вами общаться. Я думаю, что мне есть что рассказать вам, много могу что посоветовать. И, в общем, в целом, давайте с вами будем дружить. Так что подписывайтесь на мой канал, я буду ждать фидбэка. Давайте попробуем сделать что-нибудь прикольное. Чуваки!